Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Здравствуйте, ребяточки! В RPG как в жанре есть одна заметная проблема Вся вариативность, а значит и возможности для отыгрыша сводятся к тому Какие навыки ему вкачать и как он будет себя вести в бою А самым главным выбором для игрока является обычный класс, за которым он будет играть Соответственно, есть несколько архетипов условных Это а-ля хитрюга с кинжалом, либо громила с огромной кувалдой И один отдельный вариант для тех, кто решает все проблемы через диалог К сожалению, нарративно все сводится обычно к тому, что Ты либо выбираешь отпиздюлить всех, либо прокачать харизму в десяточку Ну или же условно между плохишом и хорошим дядькой Отчего главный герой в любой RPG обычно не вызывает никакого интереса к своей персоне Ну разве что своими пафосными подвигами Из-за того, что на нем держится весь сюжет Игроку не дают особых возможностей отыграть кого-то по-настоящему уникального В кино это вообще само собой разумеется Только так и пишут вообще сценарии Герой всегда начинает с явным изъяном, слабой стороной И только ближе к концу он избавляется от него Так работает драма Это буквально правило, ребяточки, его знать надо В играх же, к сожалению Это воспринимается слишком условно И поэтому мы просто начинаем обычно за пустое место За бомжа какого-то, как в Скайриме И только постепенно мы становимся богоподобным избранным Который может убить все и вся Вообще нам, как игрокам, редко позволяет придумать своему персонажу Какую-нибудь уникальную особенность То есть можно, конечно, стать каннибалом-наркоманом в Фоллауте Но никак сценарно это закреплено не будет А все из-за того, что нужно продумывать нарративно Огромное количество вариантов развития действий И чем больше вариантов дать игроку Тем больше месяцев придется спать в офисе сценариста И в целом такое положение дела сейчас всех удовлетворяет Потому что все мы с вами понимаем, как сложно реализовать полную свободу действий Подобную той, которая существует в ролевых играх, как ни странно Но более традиционных В которых для вычисления используют обычные кубики Ну или необычные такие, с кучей грани, неважно Ну а вместо графики бумагу и подручный материал В традиционных RPG нарратив может изменяться в прямом эфире Без каких-либо проблем И это одно из самых заметных отличий Если сравнить RPG традиционные и те, в которые мы играем за ПК Мне кто-то двигает Мне кто-то двигает И это одно из самых заметных отличий Если сравнивать RPG традиционные и те, в которые мы играем за ПК Хотя, конечно, есть и исключения Которые дают вполне себе осязаемую вариативность И возможность повлиять на историю Но, как правило, это скорее относится к более олдовым играм Которые хоть и хороши, но вот для меня они слишком старые И особо ностальгии я к ним не испытываю Но, к счастью, сейчас намечается тенденция возвращения к истокам И внедрения в современные игры элементов из настольных ролевок И делается это не для того, чтобы надавить на чувство ностальгии Игравших в настолочке А для того, чтобы поставить приоритет повествования И отодвинуть бои с прокачкой на более дальний план Одним из таких примеров стал диско Elysium Который успел нахватать кучу наград Почему и как, и что это вообще такое Сейчас я вам расскажу С вами, как обычно, Максон И добро пожаловать в обзор на Диско Elysium Блин, я обжегся Идеальное окончание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диско Elysium Субтитры сделал DimaTorzok 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 И можно даже забыть про расследования Прямо как делают мои игроки В ДНД Вместо того чтобы идти по сюжету В игре помимо основной сюжетной линии Есть ещё и с десяток побочных Но ни в коем случае не менее качественных В отличии от других RPG которые я играл А здесь мне искренне хотелось пройти все Или же всё что успею за один забег Какие то квесты меня рассмешили до усрачки Где то я взгрустнул А что то даже немного напугало Из самого яркого в игре можно будет основать клуб анодной музыки в церкви, где под крышей находится черная дыра, которая поглощает пространство, свет и все, что только может, что создает довольно интересную акустику. Снять проклятие коммерческого провала, устроив экзорцизм духов, которые там обитают, раздобыть 99% спирт по просьбе галстука, стать криптозоологом и открыть новую форму жизни, поймать сигналы с прошлого через домофон, надеть ушанку и стать коммунистом, собирать бутылки и еще много чего. Но перед тем, как вы восторженно броситесь ска... покупать игру, мне сразу стоит сказать кое-что важное. Диско Элизиум это игра с большим упором на историю, и в основном она подается текстом. По его количеству можно даже сравнить диско с плейнскейпом, хотя я в него и не играл, но в курсе, как его там много, и вообще, надо бы сыграть его на самом деле. Если кратко, то вас ждет миллионы букв. Соотношение текста ко всему остальному не как в визуальных новеллах, но все равно. Читать придется очень много. Но благо здесь есть достаточно различных механик, которые облегчают довольно тяжелый на текст геймплей. Так-то даже крупные RPG с очень богатым миром постеснялись бы нагружать игрока таким количеством информации, как это делает диско Элизиум. Если типичная нагрузка игры из серии Elder Scrolls это как броски теннисного мячика, который нужно время от времени отбивать, то диско Элизиум шмаляет по игроку из MG42 на полном автомате. Поэтому первым делом, говоря о диско Элизиум, нужно смириться с большим количеством букв и просто подготовить себя. Правда, это предупреждение неактуально для олдов, игравших в классику вроде того же Planescape и других игр полиэлитовской эры. Собственно из-за этого, особо визуально насыщенных моментов в обзоре не ожидайте. И по сути это самый очевидный недостаток игры. Я намеренно обозначил его вначале, потому что для кого-то он все-таки будет критичен. Ну а еще в игре пока нет перевода, и играть даже более-менее знающим английский придется непросто. Потому что в игре чертовски много сложных терминов и игры слов, а также названий, которые встречаются только в диско Элизиум. Я буквально сидел с переводчиком в соседнем окне и заодно с медицинским справочником, когда речь заходила об обследовании тела. Пш-пш! Болеющий монтажер Максон на связи! С переводом я обосрался, он вышел быстрее, чем я смонтировал эту хрень. Так что забейте, игру уже перевели и можно играть на русском. Про качество сказать ничего не могу, но то, что он есть, это лучше, чем его нету, имейте в виду. Ну, монтажер Максон, конец связи. Пш-пш! Так вот, если объем текста вас не напугал, то это отличная новость, и вы сможете разбирать диалоги диско Элизиум на цитатке, и грузить друзей фразочками и шутками, которые, скорее всего, поймете только вы. Гарри, ты человек с вилкой в мире супа. На самом деле, хоть текста и много, но он чередуется различными прогулками по городу и другими локациям, смотреть на которые уже по своему удовольствию. И даже чем-то заняться можно, как пример, здесь есть такие крутые возможности, как побираться на улицах в поисках мелочей бутылок, выбрать во что одеть своего детектива мечты, собирать различные политические идеологии, словно это игра про покемонов и другие мелочи. И, конечно же, здесь должно быть что-то, чтобы весь этот набор букв можно было бы назвать именно игрой. В данном случае этим что-то является безумная вариативность и реактивность диалогов, которые вынуждают постоянно быть во внимании. Ведь ты не просто читаешь стену текста, а активно участвуешь в том, что он описывает. Да и в целом окно с информацией расположено так и задизайнено, чтобы поток высокохудожественной информации максимально безболезненно входил в наши девственные на такой объем информации головушки. Достигается это таким образом. Во-первых, он расположен в узкой колонке, прямо как это делают журналюги, чтобы впихнуть нас как можно больше, и чтобы мы не ленились это читать. И чаще текст подается в формате кратких сообщений от лица персонажей или разных голосов в голове. То есть узкая колонка, небольшие строки и короткие сообщения. Даже если текста много, то он будет как минимум казаться небольшим, и его схавать будет проще. Никаких долгих и муторных описаний локаций, как я не очень люблю в книгах, и переживаний героев. Только конфликт, драма, только диско. Но честности ради, из-за того, что я небольшой любитель тяжелых на текст игр, я бы очень вероятно не обратил бы никакого внимания на дискоэлизиум. Хотя на самом деле я даже книги умею читать, я знаю, в это сложно поверить, но да, я на такое способен. Но вот в плане игр я делаю исключение только тогда, когда что-то привлекает помимо заявления, что «Эй, ребятки, вас ждет крутая история» в виде текста. В Данганронпе меня, например, подкупила механика судов и поиска лжи, ровно как и в «Эй Сатурни». В «Тирании» привлекло то, что в мире игры плохой парень уже давно как победил, и никакой надежды уже нету. Гримдарк, в общем. А в «Дискоэлизиум» привлекает то, что она кардинально отличается от любой типичной РПГ тем, что здесь нет привычных боев, гринда опыта и различных РПГ-штампов, вроде необходимости определенного уровня для выполнения того или иного квеста. Ну а все конфликты решаются броском кубика, прямо как в настольных ролевых игр. А я их ой как люблю. Во многом такие вот особенности достигаются за счет того, что здесь почти нельзя проиграть в привычном смысле. По локациям не ходят монстры, которые отправляют игрока на загрузочный экран. Да и в целом, любой косяк обычно является продолжением истории, а не проигрышем. То есть, да, умереть в игре все еще можно, но нету риска быть убитым в случайной встрече или не выполнить необходимые для сюжета действия. Ну а вот в ходе истории уже вполне можно откинуться, и это будет вполне легитимным исходом. Исходя из этого, пропадает нужда в сейвскаме, да и вообще в перепрохождении каких-то сегментов, что улучшает погружение в мир игры и делает его более правдоподобным. Впрочем, никто не запрещает вам загрузиться, если что-то пошло не так, как хотелось бы, но обычно оно того не стоит, потому что косяки и неудачи выливаются в куда более интересные события. Так, при удачной попытке убежать от менеджера кафе, чтобы не платить ему, можно просто убежать, если получится, а можно спотыкнуться и в полете показать два средних пальца, параллельно врезавшись в инвалида-колясочника. И увидев это, он жалится и даже сделает вам скидочку. Такие вот моменты делают две очень крутые вещи. Отлучает от пауэргейминга вместе с желанием пройти игру идеально и раскрывает персонажа, ведь как-никак герой, который ошибается и имеет изъяны, запоминается намного лучше, нежели идеальный детектив, знающий все и вся, умеющий драться, как Киану Ривз, и не имеющий психологических слабостей. Я от таких персонажей достаточно устал, и потому Гарри теперь мой новый любимчик, ведь он олицетворение слова «провал». Прямо как и я, и мой канал. Вообще, я обожаю игры, когда главным героем выступает кто-то реалистичный и по-человечески уязвимый, для которых противник — это его страхи и переживания, а не условный плохиш. За это мне полюбились игры Михальски, вроде Cat Lady и Downfall. В них герой не обладает какими-то выдающимися качествами и имеет куда больше недостатков, нежели преимуществ. В этом есть что-то притягательное в том, чтобы играть за уязвимых персонажей, потому что их куда проще отождествлять с собой, а, соответственно, и сопереживать. Когда они преодолевают различные трудности, то это вызывает куда больше эмоций, если бы это сделал какой-нибудь суперчеловек. Диск Элизиум — это как раз такой случай. Здесь персонаж не просто уязвим и склонен к провалу, он является олицетворением слова «провал». Он может погибнуть от сердечного приступа уже в самом начале игры, просто неудачно потянувшись за галстуком. И это, блядь, просто охуеть, как круто! История Диска Элизиум начинается с того, что Гарри приходит в себя лежачим в одних труханах в грязном номере отеля. Бегло осмотрев комнату, можно понять, что вчера здесь было очень весело. Из разбитого окна дует сквозняк, куда-то пропал левый ботинок, а с люстры висит кислотный галстук. Нет, я не хотел. Ты покажешь себе, правда? Намекающий на попытку повеситься, и самое ужасное — «В зеркале завелся монстр!» Ну или это просто отражение лица нашего персонажа. Так или иначе, по-своему, его инфернальная диско-вечеринка прошла успешно, и наш детектив забыл о всех своих проблемах. Но поговорив с пришедшим за ним парнишкой по имени Ким, он узнает вселенскую истину. «Гарри, ты волшеб...» «Тьфу, полицейский!» И его отправили сюда расследовать убийство. А потеря памяти и отсутствие понимания, где он, кто и что это вообще за мир, сильно осложняет расследование. Ровно как и последствия приключений, которые натворил Гарри, пока был под веществами пару дней до этого. Но так или иначе, эта игра не про последствия пьянки, и у нас есть как минимум одна обязательная задача — это найти и раскрыть убийство. Ну или хотя бы сделать вид, что мы этим заняты. А еще параллельно найти свои вещи и понять, кто мы и где вообще находимся. Как это сделать и делать ли вообще уже на усмотрение игрока? Ведь всегда можно забыть о своей работе и просто исследовать мир в поисках алкоголя, наркотиков и приключений на свою задницу. Благо вариативность подразумевает прохождение разными способами, и порой можно раскрыть убийство самым неожиданным методом. То есть буквально потеряв большинство зацепок и потерпев неудачу в ключевых моментах, все равно можно продвинуться дальше по сюжету. Это одновременно очень приятная особенность и недостаток, потому что хоть в диске Elysium и появляется большая вариативность, но порой все развилки сводятся к одному-двумя действиям, которые нужно сделать, чтобы двинуться дальше. Но чтобы не спойлерить, я в конкретику вдаваться не буду. Пока же, раз уж я сказал про вариативный отыгрыш, то позвольте я расскажу вам об этом. Так как у нас имеется фиксированный персонаж, то все возможности для ролоплея сводятся к определенному диапазону. Я часто общался со знатоками на эту тему, и многие считают, что такой подход хуже варианта, когда игрок создает персонажа сам. Как пример можно взять серию Fallout'ов или Древних Свитков. Там действительно огромные возможности для отыгрыша разных персонажей, но, как по мне, такой подход заметно проигрывает играм вроде Disco Elysium и Planescape. Хотя бы в том, что хоть диапазон возможностей героев и уже, но они намного более насыщены событиями и художественным наполнением. В том же Fallout'е и Свитках обычно выбор сводится к перкам, которые никак не определяют персонажа, кроме как механически. А тут в Disco Elysium у нас есть фиксированный герой со своей предысторией, проблемами и особенностями, которые могут поменяться в зависимости от того, как вы играете. По мне, такой вариант интересней безликого героя, который просто решает только то, к какой организации он примкнет. И убить или пощадить условного плохого парня. Тебе не кажется, что графика стала лучше? В Disco Elysium есть возможность отыгрывать как адекватного и сдержанного скучно копа, который пытается исправить ошибки прошлого, так и абсолютного безумца. Можно мнить себя суперзвездой диско-копом, пугать людей приходом копа апокалипсиса, или начать говорить с галстуком, который будет рассказывать, что нужно сделать, чтобы было весело. Скажем так, неадекватных и порой странных вариантов диалогов в игре просто навалом. И то, что игра позволяет игроку подобное, создает опыт, максимально близкий к настольным ролевым играм, где мастер может вернуть игрока на рельсы сюжета после любой выходки и сделать из реально тупых поступков забавные ситуации, от которых получает удовольствие вся партия. А из-за того, что в игре нету привычных боев, то все конфликтные ситуации, которые зависят от навыка персонажей, обычно представляют собой не сражения с бандитами, а различные социальные интеракции, для которых нужно обладать определенным навыком, вроде эмоциональной сдержанностью, высокой эмпатией, способностью к креативному мышлению и подобное. Узнал, что потерял пистолет, и возможно уже сейчас кто-то убивает из него детей? Пройди проверку на хладнокровие, чтобы не подать виду, что ты сейчас умрешь от панической атаки. Пытаешься достать галстук с люстры? Пройди проверку на выносливость или умри от сердечного приступа. Этого, думаю, достаточно для понимания. Такие проверки — это не что-то линейное. Здесь всегда есть возможность пройти испытания разными способами. Или же не пройти и знатно налажать, что тоже клево. А все ситуации, которые обычно решаются в РПГ маханием острой палки в лицо друг к другу и ожиданием у кого, когда полоска ХП кончится, перекочевали в те же самые повествовательные сегменты, где различные действия, в том числе и силовые, происходят последствием проверки навыков, которые зависят не только от циферки в нужном атрибуте, но и от того, насколько вы подготовились к этой ситуации. Например, с помощью различных предметов или же и веществ, которые способны сделать из вас суперкопа. То есть, по сути, Дисколлизиум — это опыт, крайне близкий к традиционной РПГ, где ты хочешь что-то сделать, делаешь проверку, то есть бросаешь кубик и слушаешь от ведущего, что же произошло. Но, конечно, свобода действий здесь не такая абсолютная, хоть и количество заранее продуманных сценаристами ответвлений в диалогах и их количество заставляет начать беспокоиться за переводчика, в котором предстоит это дело переводить. Макс! Какого чёрта? Что за срач ты тут устроил? А почему я? Я даже не помню, что я здесь делал. Ну, а кто ещё? Печенеги, конечно. Очень смешно. Слушай, а ты вроде как выглядишь, куда осведомлю, ничем я. Может, ты видел этот монитор? Моник, а ты его так и не нашёл? А, я должен был найти его. Ответственность, на которую ты забил хер. Макс, ты меня хоть слушаешь? Отчего? Тут этот вылез. А ты не видишь? До свидания. Стой! Может, я и не нашёл монитор. Зато я нашёл фигурку Гэбриэла Санжелоса из третьего Довика. Смотри, какой классный. Это литьё. Тот факт, что игру делали настольщики, во многом объясняет их подход к разработке, особенно в плане механик. Потому что основная механика Disco Elysium напрямую берёт своё происхождение с настолочек, а именно проверки навыков. Конечно, здесь есть и более привычные для цифры элементы, но они здесь реализованы скорее в формате стёбы над РПГ-штампами. Такая обыденная всем вещь, когда главный герой обыскивает каждый контейнер, лежащее тело и собирает всё, что просто валяется на полу, здесь реализовано в формате помойкинга, так как это и выглядит со стороны в РПК-играх. Когда ходит какой-то чувак и просто собирает всё, что плохо лежит. Лутать можно, разве что мусорные ящики, а собирать остаётся только мелочь с пола до бутылки. То есть мы ходим с пластиковым пакетом и собираем тару на сдачу. Ну и иногда находим всякий полезный мусор, вроде коллекционных карточек и, если повезёт, одежду, которая порой измазана в говне. Буквально. Я как минимум насчитал два момента, когда нужно сначала отмыть одежду, прежде чем её использовать. Также обошлись и с другими РПГ-штампами, вроде торговцев, которые покупают всё и вся у игрока и торгуют эпическим шмотом, даже если это продавец колбасы. Здесь из эпичного можно купить разве что спизженный фонарный столб, который даже унести не получится. А что про попытку продать свою ненужную одежду, можно только услышать отказ в довольно забавной форме. Другое дело проверки навыков. К этому архаичному инструменту за ум отнеслись с уважением. Это буквально краневой элемент игры, ровно как и любой настольной ролевухе. Именно близость к традиционным ролевкам в идеологическом, а не механическом плане делает дисколлизиум особенный. Ведь здесь бросок кубика нужен не для того, чтобы эстетически приблизиться к настолкам, а для того, чтобы сделать упор именно на повествование. Заменив всякие сложные цифровые штуки, вроде боёв, огромного количества способностей, многозначных циферных показателей урона и прочего, на простой бросок 2D6 в любой ситуации, в дисколлизиум получилось сделать упор именно на повествование и историю. Здесь каждый диалог имеет множество исходов в зависимости от различных проверок. И в контрасте с обычным РПГ, вроде пиларсов, фоллаутов и прочих, где несомненно тоже очень много взято с настолок, и это всё ещё хорошие игры, но в них огромное количество ресурсов ушло именно на проработку классов, способностей, боёв, баланс этих самых боёв и прочее, и прочее. Что ни в коем случае неплохо, ведь порой хочется обменяться с мобасиком циферками урона. Нет ничего в этом зазорного, ребятки. Но из всех игр дисколлизиум максимально близко симулирует историю, которую можно рассказать только за столом, где тебя ничего не ограничивает и сценарные ходы продумываются в прямом эфире, чтобы подстроиться под игроков. Сама возможность сыграть в некое подобие ролёвки в без необходимости поиска игроков и ведущего — это нечто феноменальное. А те, кто более-менее в теме, понимают, что несмотря на то, что ролёвки — это штука довольно крутая и бесконечно весёлая, но найти увлечённых ребят и адекватного мастера, который не будет страдать боярством, рельсоводством и устраивать цирк — это прям-таки чудо чудесное. Блядь, опять он! Здравствуйте! Сэр, не мог ли я видеть ваше лицо до этого? Нет, вряд ли. Стой, а разве ты не делаешь ролики на ютубе? Мне все кажется, что у тебя знакомое лицо. Нет, я Стив Возняк. Пиздец! Мне нет... Бородать настоящий! Мне нет дела до ютуба. И бороду я сам отрастил. Ладно, чё тебе? Опять с коллабом ко мне и лезешь? А, нет. Я ищу блогера, который мог спиздить мой монитор. Вы не видели его? Серьёзно? Звучит как очень тупая завязка. Ты и долго над ней вообще думал? Зараза, мать твоя! Говори, где монитор! Где-то на никак! Да? Ну что? Ты сценарий написал? Нет, не написал. Макс, это похоже на ответственность. Мы ненавидим ответственность. Преступить к выполнению операции и побег с ответственностью начать сейчас. Беги, Макс! Беги, глупец! Я сам ввожу компанию, а вернее уже водил, потому что сейчас как-то со временем плохо, и её существование обязано как раз-таки ютуб-каналу, ведь именно благодаря нему у меня нашлись игроки. Ну а Диск Элизиум как раз-таки напомнил мне, что существует такая штука, как настольные ролевые игры. Ну а теперь поговорим уже более предметно, как работает Диск Элизиум. Основная механика игры заключается в том, что когда возникает ситуация, в которой исход неочевиден, вроде таких, когда нужно ударить наглого школьника по лицу, вот в такие моменты нужно пройти проверку. То есть бросить два шестигранных кубика и прибавить к ним значение навыка. Само собой, всё это происходит автоматически, и при упадении цифры выше, чем сложность, происходит успех. В противном же случае происходит что-то очень весёлое. Такие опции в диалогах обычно подсвечиваются красным или белым цветом. Белое можно попытаться пройти снова, если уже вдруг не получилось, а красное только один раз, и как правило последнее самое весёлое. Так, провалив белую проверку, можно потом поднять навык и попробовать ещё раз. В некоторых моментах провалы даже имеют отдельное ответвление и дают дополнительные задания, ну или перки, что делает их порой даже интереснее, чем успехи. В целом, очень простая и эффективная система. Настолько, что можно прям брать её за основу и начинать водить настольные ролёвки, что я собственно и сделал. Даже чареники свои сделал, ну разве некрасивые? Конечно, это не весь механ, и есть ещё пассивные проверки, кабинет мыслей, который является аналогом перков, и всякая мелочь, вроде одежды и потреблялок, которые увеличивают характеристики или же просто делают из вас суперкопа. С пассивными проверками всё просто. По сути, это просто фоновое срабатывание навыков, которое показывает сообщения, связанные с этим навыком. Например, у вас очень сильно прокачан пиздёж-детектор, и вы распознаёте, что вот этот вот дядька вот вам сейчас пиздит, да, да, вот не верь ему. А если в разговоре об алкоголе у вас сильно вкачан электрохиместре, то в диалог будет встревать этот самый электрохиместре и говорить, что «Эй, мужик, нам нужно выпить! Нам нужно выпить сейчас!» И получается довольно клёво, в зависимости от того, какие навыки ты вкачиваешь, таким образом и меняются и диалоги. Ну, не сами диалоги, но как минимум вот эти вот вставочки между каждой фразочкой, где каждый твой навык хочет вставить своё словечко, что выходит довольно интересно. Когда с кем-то говоришь или делаешь что-то, то у каждого навыка заскриптована циферная сложность. И если уровень навыка выше, то он срабатывает. В этих проверках как раз и развивается главная особенность местной системы навыков. Каждый отдельный навык, каждый отдельный навык — это самостоятельная личность в голове Гарри, которая отражает одну из его черт характера. И, соответственно, имеют свои цели, которые могут не совпадать с другими голосами в голове. Из чего вытекает довольно забавная ситуация. Они могут спорить между собой, соглашаться или даже строить альянсы против друг друга. В общем, происходит что-то весёлое. И особенно круто, как вот этот вот хаос постепенно приходит в порядок к концу игры при определённых стечениях обстоятельствах. А также это позволяет смотреть на мир игры и то, что в нём происходит с более субъективной стороны. А именно с точки зрения восприятия конкретного персонажа, которого вы отыгрываете. Кабинет мысли уже штука посложнее. Это механика, которая позволяет внедрять различные мысли в голову Гарри. Условно говоря, это то, что принято обычно называть перками. Различные особенности, которые меняют характеристики или дают всякие способности. Ну и это если говорить механически. Где такого не было. В любой RPG есть что-нибудь подобное. Но! То, как это реализовано здесь, делает кабинет мыслей по-настоящему уникальным. Вот для примера взять Fallout. Классическое RPG, все играли или хотя бы знают его. Там с ростом уровня у персонажа есть возможность взять какой-нибудь перк. Один из самых колоритных это перк-людоед. Он позволяет кушать трупы убитых врагов, чтобы восполнять хпшки. Причём можно вот просто так взять и с ничего стать людоедом. Никаких сюжетных объяснений, никакой истории и бэкграунда у этого события нет. Ты просто качнул уровень и вдруг стал людоедом. Совершенно другим человеком. В диско Элизиум же, чтобы получить своеобразный перк, нужно попасть в ситуацию, когда Гарри сталкивается с какой-то новой идеей. Например, надел шапку-ушанку и вдруг ему в голову попала мысль о том, что надо бы вернуть коммунизм на землю Ревашоле. Или столкнулся с расистом и послушал о его продвинутой расовой теории, которую надо бы обдумать. Такие идеи висят в кабинете, как доступные, и можно засунуть их в свободную ячейку, чтобы начать думать. Пройдёт энное количество часов и ура! Гарри обдумал девять, и теперь она нам что-то даёт. Так и работает мыслительный процесс. Особенно доставляет идеи национализма, который вознаграждает потребление алкоголя. И даёт бонус от его потребления, как бы намекая. То есть такая обыденная вещь, как перки, на условность которой все давно закрыли глаза, приобретает совершенно новое и необычное исполнение в диске Элизиум. Причём каждая мысль довольно интересно обыгрывается, как описательная, так и визуальная. Чего только стоят артики, которые сопровождают каждое из так называемых перков. Вы только посмотрите на этот сюр. Я думаю, хотя бы ради вот этих артиков уже интересно собрать их все. С такой же не менее привычной в РПГ вещью, как одежда, в Элизиуме тоже решили пойти нестандартным путём. И вместо условного плюса к параметру вроде ловкости или интеллекта, который никак не обоснованно, кроме как циферка в описании, решили сделать вещи, в которых написано, почему она даёт тот или иной эффект. Например, змеиные туфли. Очень удобные. Плюс один к Сейвер Ферри. Но слишком длинный каблук. Минус один к самообладанию. Блейзер диско-тусовщика. Плюс один к духу коповства, потому что на спине и рукавах наклеены галогенные отражатели. И мой любимый ужасный галстук. Плюс один к внутренней империи. Улучшает воображение. А ещё умеет разговаривать при наличии высокого уровня этой самой внутренней империи. Идеи, думаю, поняли. Умным напянуть на пиоли очки и адекватный пиджак. Что вполне реалистично, если не считать, что Гарри может таскать с собой десяток шмоток и переодевать их в мгновение ока прямо перед людьми. Мне бы такие навыки на самом деле. Помимо шмоток, навыки ещё можно временно улучшить с помощью различных веществ. Это сигареты, алкоголь, спиды и прочее. Здесь они играют роль своеобразных потреблялок, которые дают временный буст. Такие вот временные бусты статов позволяют пройти сложные моменты. Когда нужно выбить дверь, то перед этим самым выбиванием лучше для силы глотнуть пивку. А перед сложным разговором покурить. И да, курение, алкоголь и наркотики могут вас убить. Поэтому держите при себе оживительный спрей. Уникальное средство от всех болезней, которое помогает отсрочить сердечный приступ Гарри. А против упадка морали можно пить витаминки магнезии. В целом вся система навыков со всеми мелочами работает слаженно. Но, как мне показалось, я нашел к чему доебаться, а именно к системе прокачки. Потому что она имеет некоторую сомнительную особенность. Заключается она в том, что со стороны игрока, когда у тебя есть навыки, которые ты можешь куда-то вкинуть и прокачаться, тебе куда выгоднее держать их нераспределенными из-за того, как работают белые проверки. Если прокачать какой-то навык, то все связанные белые действия с ним будут разблокированы. То есть логично придержать парочку очков нераспределенными, и в ситуации, когда ты вдруг налажал, то можно просто потратить несколько очков и сделать несколько попыток, пока ты наконец не сделаешь что-то хотел. То есть любую сложность в игре можно просто заспамить свободными очками действий, если только это не красная проверка. Я бы мог сказать, что возможность для такого абьюза, если это действительно абьюз и не предусмотрено так, то это поощряет некую форму манчкинизма. Но я смутно представляю, как можно вообще пытаться повергеймить в Disco Elysium, потому что по своей сути это не та игра, где стоит пытаться выдричить максимально эффективную сборку. Хотя я уверен, что где-то в интернете уже сейчас обсуждают какие навыки полезнее. И поэтому я дам вам совет, не пытайтесь играть в Disco Elysium эффективно, или слишком сильно думать о том, какой навык взять. Все-таки здесь игровой процесс построен не на том, чтобы у игрока вставала биба от его успехов вроде роста циферок урона и других вещей, вызывающие краткосрочные выбросы серотонинчика. Хотя от некоторых успехов в Disco Elysium все-таки можно кайфомить. Например, когда получается телепортироваться, мать его, на крышу силой мысли. По сути, Disco Elysium можно пройти вообще не развивая навыки. Правда, тогда исход, скорее всего, будет не самый благоприятный, но так даже интересней. И вся игра построена на том, чтобы провал был не менее увлекательным и проработанным, чем успех. Там даже хардкорный режим выпустили, если вы чувствуете себя особенно серьезно. Так серьезно, когда я попросил сделать себе восьмерное эспрессо, но сейчас я об этом жалею. Назвать же провал увлекательным можно только с перспективы игрока. На деле же в Disco Elysium довольно упадочный и меланхоличный настрой, который отражается буквально на всем. От музыки до визуальной эстетики. Причем достигается это непривычной серостью, отсутствием красок и гнетущим эмбиентом. А наоборот, экспрессией, смелыми сочетаниями красок, сюрреалистичными треками и другими эстетическими штуками, которые редко используют для передачи подобного настроя. Как можно заметить по видеоряду, на Disco Elysium приятно смотреть. Моделики плавно двигаются и хоть в игре не так много анимаций, что выдает бюджетность, но эта самая бюджетность хорошо компенсируется тем, что в статике игра просто бесподобна. На окружение можно засматриваться как на картину. Я вообще поначалу подумал, что окружение сделано в 2D и это просто такая цифровая живопись. Но чуть детальнее рассмотрев, я понял, что на самом деле все сделано в 3D. За это, конечно, пришлось заплатить невозможностью вращать камеру, но оно абсолютно того стоило. Как оказалось, живописная стилистика это идеальный вариант для игры вроде Disco Elysium. В артах, иллюстрациях и все, что связано с 2D-наполнением в игре, отчетливо заметна одна тенденция, как некоторые мазки размываются так, словно реальность вокруг них искажается. А некоторые портреты настолько экспрессивны, что кажется, что их рисовали под кислотой, что очень даже в стиле диска. Вообще про портреты персонажей стоит сказать, что они передают эмоциональную информацию о персонаже куда лучше, чем это сделали бы 3D-модельки или текстовое описание. Буквально за несколько мгновений они умудряются сказать намного больше, чем можно было бы сделать через другой медиум. И это говорит только о том, что местный художник охренеть какой крутой дядька. Визуальный стиль в Disco Elysium примечателен тем, как игра передает настроение. Обычно подобные игры делают это через ЧБ стилистику или какое-то тусклое серое. Elysium же наоборот, решает передать настроение героя, у которого много прошлого, мало настоящего и совсем нету будущего, через довольно яркий и красочный визуал. Настолько красочный и противоречивый, как галстук Гарри. Наверное, это один из самых грустно-веселых персонажей. Его история – это типичная затравочка для жесткого нуара. Но при этом он устраивает безумно веселые выходки и одевается, как диско-тусовщик. Яркий блейзер, змеиные туфли и кислотный галстук. Очень похоже, что он пытается таким образом заглушить свое болезненное прошлое. Или же наоборот, спроецировать его на всех окружающих своими вызывающими поступками и одеждой. А если это работает, то, наверное, нам всем стоит чему-то поучиться у Гарри, и жизнь станет веселее. Стало грустно? Надень диско-штаны, возьми бомбокс и запусти на нем Сэд Эфэм. Пускай всем станет грустно, и тогда... Возможно, тот факт, что теперь грустно всем, сделает тебя чуточку счастливей. Как бы странно это ни звучало. Продолжение следует... Продолжение следует... Стоит еще рассказать о саундтреке. Я обычно редко говорю больше двух-трех предложений, а то и слов, когда речь заходит о музыке в игре. Но в Disco Elysium саундтреки от British Sea Power настолько хорошо зашли, что им стоит выделить отдельное место в обзоре. Окей, Google, а как оценивать музыку? Ага, я понял, что я ничего не понимаю, но ладно. Если попытаться как-то охарактеризовать или описать общий настрой саундтреков от British Sea Power, то мне приходит только название игры. То есть, если мне скажут, эй, чувак, опиши мне, пожалуйста, звучание British Sea Power, я скажу, ну, это Disco Elysium, только музыка, да. Настолько уж плотно он у меня засел в ассоциации с Disco Elysium, что я не могу воспринимать отдельно группу, которая написала саундтреки, и игру. Даже если слушать их отдельные треки, они настолько совпадают с настроением, что мне кажется, что они созданы буквально неразрывно друг от друга. Но если же говорить более научно и почитать умных дядек с Википедии, то можно описать звучание треков Disco Elysium как гитарный поп-рок с элементами постпанка и психоделии, что мне говорит ровным счетом нихрена. Но это и не важно. Главное, что оно подходит по настрою, и, и его много. В игре очень много саундтреков, под каждую локацию, под каждого персонажа. А в кафетерии даже есть три или четыре версии саундтрека на разное время суток. Утро, день, вечер и ночь. Таким образом, саундтрек позволяет точечно создавать настрой. В каждый уголочек и при разговоре с каждым человеком. И в контрасте с моим опытом игры в корпорацию Лоботомии, где 90 мать его процентов времени играет одно и то же, я так счастлив, что здесь так много саундтреков. Хотя там их тоже много, но они используются очень редко. А здесь все настолько грамотно выставлено, что создается максимально кинематографичный опыт, где по твоей действия, по твоему окружению, музыка подстраивается так, что ты чувствуешь, что ты словно в кино. В кино о нуарном детективе в диско-штанах в очень странном мире. Блядь. Господа, мне приснился кошмар. Я видел, как у меня украли монитор, и я его не... Зараза, я ведь его правда украли. Окей, я, похоже, проебался здесь, но возможно, я хотя бы закончу обзор, потому что все это как-то слишком сильно затягивается. Как итог, я могу вам сказать следующее. Диско Элизиум — это одновременно шаг вперед в жанре RPG, потому что мы видим совершенно новый подход к реализации всяких штучек, которые уже принято считать гостом и стандартом индустрии. Но в то же время это еще и возвращение к уже ставшим архаичным идеям вроде броска кубика. И если суммировать все вот это вот вместе, то получается, что Диско Элизиум — это настолько нетипичная игра, что чтобы описать ее, нужно какой-то отдельный поджанр сделать, вроде «Traditional Narrative RPG Game», а не «Компьютер RPG». И из этого что вытекает? Вытекает из этого следующее, то, что нужно как-то вот обозвать эту игру жанром, и при этом не стоять ее слишком близко к тому, что уже сейчас принято называть классической RPG. Потому что целевая аудитория, которая уже вот принимает RPG за то, что вот имеется под этим названием, она ждет такой опыт, что эта игра про создание персонажа с какими-то уникальными способностями, там, составление билда, планирование прокачки и вот всякие такие вот штампные штучки. И такой вот целевой аудитория в Диско Элизиум будет до усрачки скучно, потому что эта игра не про это, и огромное количество буков просто убьет этих людей, они не выжжут. Но если вы как раз-таки из этой целевой аудитории, а тем более любите всякие штучки про историю, там, нарратив, интерактивность, а тем более, как сказать, всякие нуарные, декадансные, такие эстетические стили, то, господа, пиздец вам. Я выписываю, я выписываю вам штраф в размере трех прохождений Диско Элизиум, что очень кстати, потому что игру перевели на русский язык прямо пока я делал этот сраный обзор. Блин, а как так получилось? Ее переводили, охренеть, как долго? А сколько я обзор делал? Месяц? Два? Полгода? А, блядь, точно, Новый год уже стал, я забыл, где я нахожусь. Ладно, неважно. А это правда, как так получилось? Неужели игра настолько психоэмоционально сложная, что отбивает желание жить, а тем более делать обзоры? Или я просто обленился? Надо обмозговать и попробовать исправить ситуацию. А хотя, в задницу все это дело. Пойду лучше посплю под что-нибудь грустненькое, отбритишься пауэр. Увидимся, господа, в следующем обзоре. Надеюсь, что в этот раз такой задницы не случится. Простите, простите, заразу. Мне не хотелось. До встречи. Увидимся. Все разу, мать твою, и говори, где монитор. Нет, она никак. Да? Да, ты его прямо из квартиры. Серьезно? Да, серьезно! Да, бля, это ебал. Да, я с верхом таким сомневаюсь. Серьезно? Я не верю, где мне дурно? Где мне? Да, грани, бля. Я хочу отпиздить человека, который писал эти тексты. Это же ты и есть. Вот тебе сука, вот тебе сука. Ты че? Че он делал? Сейчас эти, нужны шлепки изглечим. Говори где монитор, сука! Ответственность на как? Блядь, мак, я... Я себе убедить тебя, да. Серьезно, смотри, все опять. Серьезно. Ну, да, блядь, уже еще чуть-чуть не видел. Нет, я... Блядь. СМЕХ СМЕХ